Сегодня ночью и днем в развивающейся уже третью неделю конфликтной ситуации вокруг товарищества Кировский рынок произошел резкий всплеск. В полчетвертого ночи на Посадской 38 горело имеющее отношение к товариществу Бестро. Ночью же были разбиты витрины магазина Кировский рынок на Свердлово. За полчаса до полудня по телефону заминирован Кировский оптовый рынок на ЖБИ. Впрочем, обо всем по порядку. Депутат Гордумы и генеральный директор проткорпорации Урала Владимир Щукин, имеющий к товариществу Кировский рынок самые непосредственные отношения, назвал пожар на Посадской и битье витрин на Свердлово провокацией, направленной как против него лично, так и против людей ему симпатизирующих. Также провокацией представители дирекции Кировского оптового рынка назвали сегодняшнее ложное минирование. Обе стороны ни в коем случае не указывают прямо на тех, кто организовал провокацию, но совершенно четко намекают и дают понять, что подозревают. Господин Добрынин, исполнительный директор ТО Кировский рынок, на прямой вопрос корреспондента ТАО, а не стоит ли за ложным заминированием рыночной территории, Владимир Щукин ответил буквально следующее. Без комментариев. Пока без комментариев. Единственное, что можно вспомнить, то, что Щукин всеми силами пытался закрыть рынок. Даже было такое выражение, я обольду и у себя бензином, вы же меня знаете. Это слышали и глава района, и начальник городского ВД. Так что я думаю, соответствующие выводы будут сделаны. Известие о заложенной территории рынка бомбе поступило в дирекцию ТО в 11.30. Позвонил неизвестный и поговорил с секретаршей. Администрация моментально связалась с милицией и специалистами гражданской обороны. По громкой связи, через равные промежутки времени, делались объявления о заминировании. С просьбой покинуть территорию, въезд и выезд были блокированы милицией и охраной рынка. Всех выпускали, никого не впускали. Искали бомбу. Страдающие от прерывания торговли коммерсанты суперосторожничали, предпочитая не вспоминать о мине. А я не знаю причину, почему закрыт этот рынок. Сказали, санитарный день. Я тоже считаю, что санитарный день значит. Мы были единодушны в материальной оценке прервавшего торговлю инцидента. Клиентов нет, какой может быть бизнес? Так никакой торговли нету. Считайте, у нас день пропал даром. Ну, как уж надоело такое нервотребка. Мы практически не можем работать абсолютно. Ближе к 16 часам стало ясно, что бомбы на территории рынка нет. И администрация распространила в средствах массовой информации подписанное господином Добрыниным официальное заявление. Цитирую. Совершенно очевидно, что этот звонок был хорошо продуманной провокацией, рассчитанной на то, чтобы парализовать работу товарищества. Эта бесчеловечная акция, трудно даже представить, что бы произошло, если бы началась паника, вполне укладывается в целую цепочку криминальных и полукриминальных деяний, организованных в последнее время мужем соучредительницы ТО «Кировский рынок» Щукиным В.А. Достаточно вспомнить о взрыве туалета на территории рынка, выстрелах охранников Щукина возле офиса, попытках присвоить чужое имущество в комплексе «Мигрантс». Все вышеперечисленное дает нам основания для того, чтобы возложить ответственность на противоборствующую в конфликте вокруг ТО «Кировский рынок» сторону. Депутат Щукин неоднократно обещал в разговоре с компаньонами, что рынок работать не будет, пока ему удалось только частично парализовать его работу. Если правоохранительные органы не остановят человека, совершающего противозаконные действия, это может привести к самым печальным последствиям. Конец цитаты. Я думаю, что рынок как работал, так и будет работать. Никакие звонки и попытки остановить работу рынка не будут иметь успеха.